МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот уж действительно загадка загадок. Почему случилось так, что именно этому городу судьбой было предназначено стать подлинным символом классического балета, пожалуй, самого непостижимого вида искусства? Спору нет. В мире немало прекрасных балетных трупп, балетных театров. Но ведь не секрет, едва речь зайдет о высших достижениях классического танца, первая мысль всегда о знаменитом мариинском, в недавнем прошлом кировском балете, самом блестящем, самом аристократичном, самом совершенном. Разумеется, можно найти неожиданнейшие, оригинальнейшие объяснения этому феномену, но какими бы интригующими они ни были, главное для нас, что именно так распорядилась история. Правда, историю творят люди. А потому неизвестно, как сложилась бы судьба мирового классического танца, если бы не прославленная школа петербургского ленинградского балета, которую ныне называют Академией русского балета имени Агриппины Яковлевны Вагановой, и которая по праву считается нашим национальным достоянием. А как же иначе? Без нее русская культура, возможно, никогда не явила бы себя миру во всем своем великолепии, во всей своей мощи и загадочности. Академия 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 Каждую весну петербургский балетный бомонд собирается здесь чаще, чем где-либо. Оно и понятно. В Академии русского балета выпускные экзамены. Пропустить это событие невозможно, в противном случае вы теряете шанс стать свидетелем самого главного, ради чего столько и сил отдается – сохранению традиций великого искусства балета, появлению новой звезды. И дело здесь вовсе не в известном на весь мир снобизме петербургских балетоманов. На самом-то деле весьма здоровым и весьма оправданным, а в стремлении через рождающийся на твоих глазах талант узреть один из небесных ликов гармонии, которую классический балет в формах, доступных человеку, выражает мощнее всего. Красота человеческого тела, выразительность нескончаемого движения, глубина или яркость музыки, может ли быть что-либо более завораживающе поэтичным и ошеломляющим в одно время? Едва ли. Что есть идеал в балете? Ну, наверное, это в первую очередь Божий дар, наверное, душа, красота, это труд, это как бы, наверное, совмещение несовместимого, я бы так сказала. То есть это легкость, воздушность, неземное какое-то существование, в гармонии с тяжелейшим трудом, наверное, который не виден должен быть зрителю. Это какой-то... человек должен быть духовно очень развит, и я считаю, что и интеллектуально тоже. Я очень загорелась, когда увидела балет в первый раз. Мне так понравилось, я прям начала так танцевать сама. мне очень понравилось. А какой это был балет? Я не помню, это давно было. И родители тебя не отговаривали? Вообще-таки мама так смущена была, и бабушка тоже, она не любит балет. И сейчас я ей говорю, почему, говорит, ты не любишь балет? Она мне говорит, ненавижу, не переношу. А ты им как отвечаешь? Я говорю, я буду заниматься, это моя жизнь, я хочу трудиться. Балет – это цель моей жизни. Я всегда хотела стать балериной, потому что, мне кажется, это самый трудный вид, чем может заниматься человек. Хоть все будет болеть каждый день, а если это балет, значит, ты хорошо занималась, значит, можно себя похвалить. Но самая большая похвала, когда ты будешь выступать, ты будешь иметь большую аудиторию людей, большой успех, все будут аплодировать. По-моему, это самое лучшее, что есть у балерины. Я начала заниматься балетом с шести лет. А потом узнала о том, что есть замечательная академия, где обучаются балету. И попробовала. Вот сегодня будет первый тур, поступление. Родилась у меня внучка. И когда ей исполнилось три года, она у нас смотрела уже вечером где-то в 11 часов Анну Павлову. И так она смотрела с такими глазами, слезы на глазах. И так восхитительно возмущалась, трехлетний ребенок. Я так посмотрела на нее, ну все, наверное, из этой точно выйдет балерина. Ну вот она посмотрела это кино, все до конца. И так рыдала, так плакала. Я ее успокаивала. Лизочка, не надо плакать. Она говорит, раз она умерла, значит, я буду танцевать за нее. Очень красивые движения. И больше всего мне нравится, когда под аплодисменты. Чтобы учиться в этой прославленной школе, нужно пройти серьезнейший отбор. На первый взгляд, процедура простая да нельзя. Но это только кажется. Опытный взгляд педагога должен быть сконцентрирован до предела. Главное в эти мгновения увидеть то, что открывается единицей. Едва пробивающийся талант, который может расцвести потом. Ярчайшим дивным цветком, если, конечно, талант будет подкреплен волей и трудом. В основном девочки, как правило, все хотят танцевать. Ну, не могу сказать, что сто процентов. Но, наверное, вот женская такая, ну и физика, да, хочется быть грациозной, хочется быть красивой. И чтобы на тебя смотрели зрители и дарили цветы. Наверное, это как бы у женской натуре. Поэтому большинство девочек, конечно, хочет стать балеринами. Все обязательно знаменитыми, великими. А есть дети, которые действительно для них это, ну, как жизнь, да, вот ближе к страсти такой. Вот такие дети, как правило, они не меняют своего вот ощущения этого, приходя в школу и начиная заниматься вот этими нудными уроками, когда нету почему-то цветов, нет пачек, нету таких движений, что все досконально, медленно изучается, скучно, в принципе. Но все равно эти дети как бы, ну, вот сохраняют, что ли, такое стремление, целеустремленность. А те, которые просто вот хотели танцевать, некоторые начинают сомневаться, потому что, а стоит ли, да, а нравится ли мне. Ты готова балету отдать всю свою жизнь? Да. Да? Я готова познавать, мне очень нравится балет, и меня никто не заставлял. Я сама сюда пришла заниматься здесь. Я увидела балет в первый раз, когда мне было 6 лет, мне мама, а в 5 мне мама очень часто показывала картинки. А в 6 это была новогодняя ночь, и показывали балет тоже «Щелкунчик». Мне очень понравилось, я загорелась. Сразу вот, мгновенно, да? Ну да. И уже другого не могла представить себе? У меня другой мечты никогда не было. Мне очень нравится то, что выражает балет. Балет может выразить все, все эмоции, все чувства. Ну, ты знаешь, какое это сложное, тяжелое искусство. Да. И тебя это не пугает? Нет. Совсем не пугает? Ты готова претерпевать любые сложности, только чтобы остаться в балете? Да. Музыка. Музыка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ И вот приходит сентябрь. Для поступивших и избранных это начало совершенно новой жизни. Хотя, разумеется, и прежняя никуда не исчезает. Потому что все так же нужно учиться, все так же нужно овладевать знаниями. Между прочим, в том же самом объеме, что и в обычной школе. Правда, обязательными становятся и французский язык, и уроки музыки. Так что учащимся академии приходится выдерживать, как принято нынче говорить, немалые психофизические нагрузки. Не в пример ученикам стандартных школ. И подавляющее большинство ребят со всем этим справляется. Ведь главное здесь – любовь к уже избранной профессии и крепнущая часть от часа воля – основа успеха во всем, не только в балете. Так, опустили, держим на второй позиции. Теперь немножко распрыли руки и обратно положили. Если уж кому и отнести слова, произнесенные Богом, о том, что человек будет добывать хлеб свой в поте лица своего, так это к танцовщикам классического балета. Дисциплина, труд, строгость к себе и окружающим, бесконечная самоотдача, жажда самосовершенствования – эти основы подвижнической жизни и есть фундамент, на котором зиждется наш великий русский балет. Кстати, во всем этом трудно не увидеть сходство с основными ценностями православия. Кто знает, может быть, потому православная Россия и стала, в подлинном смысле, центром мирового балета, что классика – это абсолют, а стремление к нему – стремление к божественному. КОНЕЦ КОНЕЦ Здесь у нас постоянный храм. Храм называется «Домовая церковь Святой Живоначальной Троицы при Академии русского балета». Когда получил я указ о назначении Академии русского балета, я очень обрадовался. Обрадовался то, что здесь я буду не только преподносить духовные истины, возрождение духовности в этой замечательной школе, но я буду возвышать свое знание в другом направлении, умение сопоставить духовность и радость. И детям, когда я встречаюсь здесь, я всегда говорю, что нельзя танцевать без Духа. Танец должен, ваши движения должны наполнены быть благодатью Святого Духа. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон»